ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мужики! Нифига себе! Жмур! Давай, в диспетчерскую звони. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Писто. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 даже на сигарет не хватит я принесу сигареты только отпустите пожалуйста принесешь пачку сигарет дорогих по бутылке пива каждому усек и скажи спасибо что легко отделался хорошо принесу пулей давай ставь на шухер вот подфартило стопудово дурь на сколько думаешь потянет да фиг его знает если тут килограмм 10 тут думаю на штук 100 зеленых точно ну нифига себе и кому мы это скинем у меня есть пару корешей в городе такими бабками ворочают шухер менты ну что харьки облезлые допрыгались ходосевич и шпаковский соболев вся шобла в сборе отлично не нужно будет по деревне гоняться в чем дело товарищ участковый а вот скоро узнаете на выход живо все быстро давайте и не вздумайте делать ноги хуже будет давайте давайте усаживайтесь ну что мы стоим не знаю как через дверь заходить только через окна может вперед вперед давай 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 спокойствие вперед ушались руки ноги так что у нас тут телевизор портативный витязь масляный радиатор дилонге электродрель электропила туфли женские 38 размер туфли женские вам зачем да не были мы на этих дачах сколько повторять мы на дискотеке были в новоселках и любой то подтвердит короче недомерки у вас один выход если не хотите загреметь на малолетку вернуть все краденые вещи а тебе шпарк как совершеннолетнему вообще по полной катушке грозит ну мы прямо обделались от страха так все тихо да да мироновна узнал чего это вдруг два года никому не мешал ну ну хорошо еду выходим выковыриваешь и хорьки облезлые я хочу так здорово жаркова давайте давайте быстрее ну так как и дальше будем в несознанку играть а вы товарищи чистковы лучше разобрались как следует они вешали на нас всех собак в районе вот так значит да вот так да вот так ну сейчас будем разбираться вперед 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 проходим вперед проходим давайте давайте быстрее заходим давай живее живее ну живее давайте а и сотовые телефончики сдаем эй какого черта не борзей сдаем сдаем не положено в камере какой еще камень самый обыкновенный добро пожаловать давай ну зашибись попали ты что задумал кочура вперед вам дается последний шанс реально оценить разницу между заключением и свободой офигеть мой придурок Семен ну что тут у вас труп с огнестрелом с поезда наверное сбросили личность установили устанавливаем никаких документов при нем нет кто обнаружил тело бригада ремонтников с ними сейчас дознаватели работают какие поезда проходили выяснили выяснили это был московский из транспортной милиции сообщили по словам проводницы купейного вагона один из пассажиров исчез так и не доехал до своей станции то есть до минска по описанию можно предположить что это и есть наш труп мне ничего не надо предполагать петров сделали фото отправили на опознание а что так дышишь тяжело следить надо за своей физической формой ну что проводница это ночью ничего не слышала транспортники сказали что нет интересное дело выходит ничего интересного товарищ майор какие то братки что то не поделили пусть транспортники этим и занимаются я гляжу ты больно умный в конец обленились устроить бы вам день физподготовки с кроссом километров на двадцать товарищ майор знакомьтесь наш судмедэксперт Борис Наумович я не знаю терешка ну что Борис Наумович что скажете ну судя по трупным пятнам смерть наступила примерно восемь десять часов назад а что конкретно стало причиной смерти я пока вам не скажу ой на том спасибо все тщательно запротоколировать думаю скоро затребуют из области понял товарищ майор там в камушах сумку какую ты нашла Майя ты только как-нибудь потом с этими документами хорошо не сейчас давай да еще два дня рыба испортится и мы с тобой не то что без премии без зарплаты останемся Майя при чем тут твоя рыба а? вот сейчас посмотришь что Валера опять гоняет? спокойно ребята я сам его попросил ты между прочим начальник охраны Игорь Алексеевич должен беречь ой да ладно привет здоров а кто быстро едет его медленно везут ну шутка так себе слушай где ты все утро был я тебе звонил ты что телефон отключил? в байсейне плавал могу я когда-нибудь о здоровье подумать черт наверное телефон там оставил в общем под Смолинском задержали нашу цистерну с форелью говорят на норвежская контрабанда в общем нужно подготовить кое-какие документы идемте Майя я же просил Игорь Алексеевич да вы с полкоми завернули наши документы на покупку участка на озере как завернули все договорено ты объяснил что нам нужен новый цех мне уже смету подготовили я тебе все утро звонил на восточный берег технику строительную завозят я не знаю кто владелец но такое впечатление что наше участок кому-то сплавили что ты блин молчал где какая техника они там что с ума посходили да вот посмотри пожалуйста вот видишь там где река в озеро падает не с рыбой что делать она протухнет да погоди ты с этой рыбой ну бабков ну гнида кто ж этого недоноска подмазал Игорь Алексеевич что мы делать будем так возьми Валеру и подготовь-ка ты мне хорошую рыбалку я к обеду с ежевый с полком приглашу бабкована форель ну что ты у тебя товарищ майор вот сумку в кустах нашел так вчера днем шел дождь но она сухая выходит ее выбросили ночью думаешь с этого поезда ну с поезда она не могла залететь под кусты но тут отпечатки обуви остались я все сфотографировал что в сумке вот ничего себе на героин похож на сахарную пудру тоже отправлю в лабораторию Сань забери проводница показала что у потерпевшего с собой была спортивная сумка но в купе никакого багажа не обнаружили подожди Арманьков что ты там насчет следов говорил на дороге отпечатки обуви двух-трех человек протекторы кроссовок идентичны примерно одной фирмы размеры 42-43 спустились они с насыпи там тропинка через лес вот ведущая к дороге а вы твою сумку могли опустошить местные но следы свежие да теперь одними бумажками не отделаешься так лучик кинолога с собакой сюда романько снимок сумки на опознание петров возьми патрульных пройдетесь к деревне подключаю участковых кстати чей тут участок старший улитенант качура давайте работайте работайте ну куда мне его теперь поставь к себе у меня в комнате только кровать помещается ну тогда убери куда-нибудь ну мирона а может быть мы этого новосела куда-нибудь у нас на пьятом этаже целая комната пустая северная сторона и плохой вид из окна на мусорку это ж кто у нас такой привередливо заселяет вон твоя новая соседка э э э э э э э э э поаккуратнее не поцарапайте это ваше имущество да мое это финский сервант между прочим настоящее дерево ну конечно шпон клейный с торца посмотрите поставьте тут пока мне еще комнату продезинфицировать. У вас тут, наверное, толпы тараканов. Да, и не сомневайтесь. Вот такие, с кулак величиной. По ночам прям в обои шевелятся. Не смешно. Да, обои, конечно, мама моя. И захватите с собой это чудо в рамки. Это картина Айвазовского. Это дешевая репродукция, причем плохого качества. Вам бы, девушка, в совмине работать. Это почему? Разбирайтесь во всем. Да, слушаю. Кочура, тут тебя начальник ищет. Ой, Андрюха, будешь ты сегодня гирю выжимать. А что случилось? Давай управление. Это мне секретарь, чтобы телефон закладывать. Ладно, еду. Да. Вызывали, товарищ майор? А, Кочура! Выбирай, Кочура. Или строгий выговор, или пять выжиманий. Вы серьезно? Ну, ты как думаешь? Мне уже весь телефон оборвали. Даже из исполкома звонили. Какое право ты имел сажать детей под замок? Да какие они дети, товарищ майор? Это бандиты. Они весь поселок терроризируют. А мне что, их за ушко подергать? Ну, превышать свои полномочия тоже не можешь. А они три коттеджи ограбили. Разрешите поставить? Давай. А ты это сам видел? То-то. Факт ограбления еще доказать надо. Кто проводил расследование? Составлен хоть один протокол? Их сторож видел. У меня свидетели есть. Я тоже, Кочура, много подростков в своем дворе вижу. Но это не значит, что они ограбили квартиру моего соседа, дяди Васи, среди задержанных. Есть такой, Максим Соболев? Ну, есть такой, а что? Сын владельца Пореченского рыбхоза. Вот скажи мне, зачем обеспеченному пацану заниматься мелкими кражами? Я понятия не имею, товарищ майор. Никогда не был сыном директора рыбхоза. Кочура, ты б не ерепенился. Обратил внимание на свои перекосы? Кто ж знает, может, криминогенная ситуация на твоем участке улучшилась бы. Хорошо. Объявляйте выговор, отпускайте этих сусликов на все четыре стороны, пусть резвятся. И вот ты сейчас сам поедешь и сам их отпустишь. А дело о кражах передай Петрову, пусть разберутся. Слушаюсь, я могу идти? Да, нет, постой. Заречья на в оселке твой участок. Мой. Про труп на железке слышал? Петров сообщил. Там оперативники ищут, кто среди местных мог похитить партию наркотиков. Подключайся. Я могу идти? Иди. Слабак. Лучше б гирю выжал. Этот поддубный со своими гирями достал уже. Представляешь? Он считает выжимание чугунных болванок лучшим тестом на профпригодность. А ты радовался, что Рязкина на пенсию отправили? Ну, всегда ждешь лучшего. В общем, так, смотри, этот труп нашли на переезде. Собака потеряла след на обочине дороги, которая ведет из Новоселок в Заречье. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, вы в двери не ошиблись? Мне нужен капитан Петров. С заявлениями позже. Я ваш новый следователь. Из Минска перевели. Честновато в столице стало. Карина Барташ, а вы, наверное, Петров. Для вас просто Семен. Значит, я правильно попала. Мне кажется, мы уже знакомы. Ну, конечно. Старший лейтенант Кочура, лучший участковый район. Кочура, как ты все успеваешь, а? Просто ваше фото в коридоре на доске. Это устаревшее сведение. А где я могу бросить свои вещи? Да вот, свободный стол располагаетесь. Я сейчас все это уберу. Спасибо. Смотрю, у вас тут все по-взрослому. Да, парень решил на ходу использовать. А это его сумка? Предположительно. Тогда, возможно, он из местных. С чего вдруг? Видно, что сумка новая. Я такую видела в вашем универмаге. Пошив местной фабрики. Ценность замечания. Слушай, нужно будет каждую продавщицу опросить. Во всех до единой. Я, между прочим, серьезно. Ну как? Обживаешься? А у меня здесь нет других дел. Хорошо, что еще здесь Кочура. Звонил сторож в Зареченской лесопилке. Ну? Не ну. Это твой участок. Там ночью ЧП произошло. Поезжай и разберись. Есть. Подожди молодого следователя. Захвати. Покажешь, как работать с местным населением. Работайте, работайте. А у вас что, какие-то особые методы работы с населением? Это шутка такая. Майор шутит. Поехали. Что это у вас гремит всю дорогу? Бидоны. Улики по самогонщикам. Вам на нервы не действуют? Нет. А что? Переложили под тряпками. С ума же свете может быть? Теперь ваши нервы в порядке? Да, спасибо. Не трогайте здесь ничего, пожалуйста. А у вас что, даже радио нет? Даже нет. Вы такой общительный, не соскучишься. А о чем нам говорить? Ну, может быть, вы хотели бы обо мне что-нибудь узнать? Я ведь новичок в отделе. Ну, и себе бы немного рассказали. Зачем мне это? Ну, как? Нам же работать вместе. Я думаю, что это ненадолго. Тем более, что следователи предпочитают кабинеты. Судя по всему, вы к нам сразу после этой академии. Нет. Я еще почти год в управлении по наркоконтролю работала. И что вы такого натворили? Ну, конфискованный героин налево толкнули, да? Знаете, вот уже второй раз замечаю. Чувство юмора не ваш конек. Ну, хорошо. За какие такие заслуги вас сослали в нашу дыру? Только не говорите, что сами попросили. Я все равно не поверю. А я не вижу разницы, где работать. Ну, сами ж не хотите рассказывать? А меня на откровенности вытягиваете. Смотри, смотри, венты приехали. Э! Давай, давай. А, здравствуйте, Андрей Петрович! Коля, ты? Да, вы заходите сюда, там открыто. Ты чего тут? Да, сторожу я уже второй месяц здесь. Ну, в школе-то копейки получал. А здесь вот, фирма. Ты звалил в управление? Да, Андрей Петрович. Ну, что случилось? Понимаете, тут ночью улез, чертовчина какая-то происходила. Сначала музыка гремела. Машина туда-сюда носилась. А потом девица какая-то орала. Вот так орала, как будто ее режут. А я утром пошел посмотреть. И вот, Андрей Петрович, нашел. Куртка женская, размер 42-44, на спине изображена бабочка. На груди, воротнике подсохшие пятна, предположительно кровь. Да в этой роще постоянно местная шантропа ошивается. Танцы, шмансы, кричат, как резаная. Может, местная девица по пьяни себе нос расквасила? На куртке порван рукав. Засух зацепилась. Это больше похоже на след от ножа. Вы еще что-нибудь прошли? А, нет, ничего. Я все там облазил. Вы нам покажете это место? Да, конечно. Пойдемте, покажем. Лейтенант, вы когда что-нибудь обнаружите, звоните в управление. Кочура, постойте. Мы приехали сюда разобраться. Пострадавших же нет? Пока нет. Если вы хотите этим заниматься, пожалуйста. У меня своих дел по горлу. Мы приехали сюда на вашей машине. Здесь ходят рейсы в автобус. Ладно, подвезите меня к местной школе. Каких проблем? А это зачем? Надо показать куртку для познания. Вы что, думаете, что это школьница? Да я сирпень, Андрей Петрович. Взрослые бабы это носить не будут. Да еще вот с блестками. Вот у моего брата племянница. Так, хорошо. Я довезу вас до местной школы. Только сначала мне нужно выпустить местных спиногрызов из-под замка. Э, мужики, давай. Давай, раздавай. Да какой расслабиться? Вон, навалилась, видишь. Да брось ты, Аркаш, какая к черту работа в такой день. Глянь за окном. Мои парни на утренние зорьки по ведру форели натаскали. Самый клев, пошел. По ведру. Врешь, небось. А чего мне врать? Ты же знаешь, меня сама рыба не интересует. А вот процесс. Посидеть на закате с удочкой и это не передать. Смотришь на поплавок, ждешь. И в голове пусто, чисто. Как на белом листе, никаких проблем. Как, наверное, у индийских йогов во время медитации. А если еще хороший клев, так вообще обо всем забываешь. Можешь же, можешь же уговорить. Просто я считаю, что хорошая рыбалка, лучший антидепрессант. Ладно, давай ко мне рванем. Я переоденусь, с Настей возьму. Так, закрывай кабинет и поехали. У меня на базе все есть. Жду в машине. Нет, нет, вы знаете, не припомню. Наши учащиеся ходят на занятия в более консервативной одежде. А мы не могли бы пройти по старшим классам? Я думаю, такую заметную вещь легко опознают. Скажите, а ваше расследование не могло бы немного подождать? Вот закончится занятие и так далее. Я не могу вам сообщить подробности, но, возможно, дело касается тяжкого преступления. Поэтому у нас нет времени на ожидание. Да, понимаю. Я сейчас все устрою. Я попрошу классного руководителя. Юленька, будьте добры, пригласите, пожалуйста, Светлану Васильевну в учительскую. Да, я знаю, что она на уроках. Это срочно. Ну вот, вы можете пройти это через две двери справа по коридору. Спасибо. Чуть не спалились с этой наркотой. С этой дебил участковый. Слышите, что он там про какой-то штраф говорил? А что ты у него не спросил? Тебе-то пофиг с твоим папашей. А с нас отец за любую копейку шкуру снимет. Да иди ты уже. Да не очкуйте, пацаны. Скоро будут бабки. Слышь, Витька, встань на стрему. Живые бабки, стоп и долг. Только проверить надо, чтобы кореша мои нас не развели. Слышь, Юрк, тащи табачок, сейчас спайсуху замыть. Не, пацаны, я не буду. Не, шпак, стремная тема. Я тоже не буду. Да смените памперсы, малыши. Ничего я не посматривал, я пиво принес. Сами сказали. Давай сюда, что принес, и проваливай отсюда. Слышь, Витька, тащи сюда этого дятла. Не забудь. Ты молодец, все правильно сделал. Я это давно с вами корешиться хотела. А мамка не запрещает с плохими пацанами корешиться? При чем тут мама? Слышь, Вить, дай ему по шее, пусть катится, а? Стой, подожди. Подождите. Ничего, реально. Иди сюда. Садись. Сейчас проверим, может ты реально правильный пацан. Дай-ка. А что это? Трубка мира. Папироса у лед. Ну, если слабо, можешь не курить. Нет, не слабо. Давай. Господи. Господи, Андрей Петрович. Андрей Петрович, это что, кровь, да? Светлана Васильевна, это еще точно не установлено. Андрей Петрович, мне кажется, детям это не стоит показывать. Вы представляете, что они могут себе напридумывать? Нам надо знать, кому принадлежит эта вещь. Я знаю. Это куртка Вики Красовской. Она была в ней на дискотеке. А кто эта Вика Красовская? Прежняя ученица из выпускного класса, Андрей Петрович. Ну, вы же знаете Красовский. Красовский, Красовский. Это которая из Заречья? Ну, да. У нее еще мать, технолог в СПК. Работает приличная семья. Извините, пожалуйста, эта Красовская была сегодня в школе? Нет, не была. Я думала, что она заболела. Вот. А она не пришла, она обычно не прогуливает. Нам нужен ее адрес. Да я знаю адрес. Поехали. Спасибо большое, Светлана Васильевна. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Паша! Красовский! Мы опаздываем! Лариса Боже, будь ко мне. Мне на работу надо, Лара. Ну, дайди. Ну, просто нам надо с тобой поговорить. Ну, что? Только обещаю не ругаться. Ну, обещаю, что. Ну, Вика хочет ехать в Минск поступать. Ну, прекрасно. Чего ругаться? Ну, вопрос в деньгах. Если она поступит на платное, как думаешь? Мы потянем? Еще придется жилье снимать, да, Лариса? Ну, так хочет учиться. Я подумал. Ну, давай. Паша, сколько можно ждать? Куда сегодня? Два магазина и рынок. Ну, поехали. Слушай, Ген, ты это, на рынок один съездил, без меня. А я тебя где-нибудь подожду. Это чего, из-за лентки, что ли? Ты чего теперь все время от нее бегать будешь? Да ладно, буду, не буду. Какая тебе разница? Я как друга тебя прошу. Трудно, что ли? Да не трудно. Я заеду, но... Спасибо. Добрый день. Добрый день. Вы гражданка Красовская? Да, я. Мы из милиции. Да я вижу. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте, Лариса Сергеевна. Ну, как там дела у Павла? Спасибо, все обошлось. Сейчас в рубхозе работает. А как у вас? От Белецкой что-нибудь слышно? Да все в порядке. Устроилась в городе. Товарищ старший лейтенант, вы позволите мне поговорить с гражданкой? Пожалуйста, я не мешаю. Это наш новый следователь из района. Скажите, пожалуйста, ваша дочь сейчас дома? А какая именно? У меня их две. Нас интересует Вика. Нет, Вики сейчас нет. А где она может быть? Вообще-то в школе должна быть. Лариса Сергеевна, тут такое дело. Не знаете, где она была прошлой ночью? Да здесь была дома. А мы с мужем, младшей дочкой на выходные к родне ездили. Только утром вернулись. А что случилось? Почему вы спрашиваете? Когда вы видели ее в последний раз? В субботу утром. Мы можем пройти в дом? Нужно поговорить. Да, конечно. Проходите. Я сейчас позвоню Вике, и вы сами сможете с ней поговорить. Если с Викой что-то случилось, так и скажите. Не волнуйтесь, все в порядке. Ой, зачем это? Это чтобы не упустить какие-нибудь детали. Какие детали? Не обращайте внимания, Лариса Сергеевна. Это просто технические средства проверяем. Знаете, у нас же сейчас все электроника и все такое. Телефон не отвечает. Но это нормально. Анна, пройдемте. Всегда отключает телефон на уроках. Проходите. Вот Викина комната. Присаживайтесь. Андрей Петрович, проходите. Вы говорили, что в последний раз видели дочь в субботу утром. Да, я покормила Вику завтраком, и она ушла в школу. Вы помните, во что она была одета? Ой, голубые джинсы, куртка, джемпер. Почему бы спрашивали? Извините, вы бы сели, на нервы действуют. Почему вы спрашиваете про ее одежду? Скажите, а Вика убегалась дома? Вика, да вы что? С чего бы это? Может, вы ругались, между вами были натянутые отношения. Нет, ничего такого не было. И вы все выходные были уверены, что она ночует дома? Ну, я же вам уже сказала, мы уезжали. Вика могла заночевать у подруги. Господи, да ей 17 лет, мы же не младенца дома одного оставили. Вы уверены, что она ночевала у подруги? Какая фамилия? Ковальчик. А, это... Ира Ковальчик, ее одноклассница. Я сейчас позвоню ее матери. Мы можем взять эту фотографию с возвратом? Да, конечно. Тамара, ты? Лариса Красовская, привет. Хотела спросить тебя, скажи, Вика ночевала у вас сегодня? Нет? Нет-нет, все хорошо. Давай. Она не ночевала. Подруги. Скажите, в конце концов, что случилось? Да вы не переживайте, Лариса Сергеевна. Это просто профилактическое мероприятие. Слышали про последнее постановление, чтобы дети не шлялись одни по ночам? Да, что-то такое слышала. Вы позвоните, если Вика объявится. Это что это? Я в Минск должна звонить? Ой, извините, машинальная старая визитка. Скажите, какой телефон в отделе? Три шестьдесят семь пятьдесят восемь. Ну, пожалуйста. Верни мой диктофон. О, мы уже на тык. Верните мой диктофон. Пожалуйста. И давайте договоримся, товарищ Чистковый. Вы делаете свою работу, я свою. И не вмешивайтесь больше в мое дело. Понятно? Да нет еще никакого дела. Суетесь тут со своим диктофоном, только людей пугаете. Тоже мне корреспондент Би-Би-Си. Все сказал? Да. Едем к Овальчику. Извините, я не хотел. Она, скорее всего, в огороде. Там. Тамара ее зовут. Тамара! Здравствуйте. Вы Тамара Ковальчик. Ну, я Тамара. А в чем дело? Скажите, ваша дочь дома? Прибегала на обед. А что? Позовите ее, пожалуйста. Нам надо с ней поговорить. Ирка! Ирка! К тебе из милиции пришли! Ира! Нет, наверное, уже в школу убежала. А что она натворила? Мы разыскиваем Вику Красовскую. Нам сказали, они дружат. Да уж дружат, как кошка с мышкой. Ну, из-за чего так? Да сопляка одного поделить не могут. Вы знаете, кто он? Она скрывает, но я-то вижу, как она наряжается. А мы можем ее сейчас застать в школе? Думаю, что да. Она поздно возвращается. Спасибо большое. Ирина Кузьмин. Ирина Кузьмин. Ирина Кузьмин. Ой, даже опознать не могут. Ой, Нина, лучше бы ты мне это не говорила. И так сердце останавливается. У меня же самой чуть ноги не подкосились. Когда узнала, что бензин в лесу, Викину куртку ношу. Что? Какую куртку? Ну, как какую? Которую директору показывали. С вышивкой на спине. Вика мне на дискотеку ходила. Господи, я сейчас с ума зайду. А тебе чего? Милиция не сказала? Паша, послушай, я не знаю, что делать. Наша Вика пропала. Ой, ой, ой. Ковальчик не вернулась с большой переменой. Извините, я ее не нашла. Присаживайся. Спасибо. А зачем это? Так положено, не нервничайте. Скажите, кто обычно отвечает за порядок на дискотеке? Ну, вообще-то клуб у нас принадлежит сельсовету. А дежурными назначает учителей. У нас всегда порядок. У нас школа лучшая в районе. А кто дежурил в эту субботу? Была моя очередь. Если, конечно, вы хотите меня обвинить, то я не отвечаю, что происходит после мероприятия. Андрей Петрович, подтвердите. Вы же все знаете. Я с вами разговариваю, а не с участковым. Так может, я вообще на улице подожду? Зачем? Сидите. Вы видели Вику Красовскую на дискотеке в субботу? Нет. Вику на дискотеке в субботу я не видела. А с кем обычно она туда приходила? Ну, обычно с подругой. Ирой Ковальчик. Скажите, Светлана Васильевна, а как у Вики обстояли дела с парнями? Она ведь довольно развитая девочка. Откуда мне знать? Руки. Как откуда? Вы ее классные. Я думаю, что у нее серьезных отношений не было. Спросите у Ковальчик. И если все, то у меня консультация. Спасибо. Я вас не задерживаю. Спасибо. Я буду звонить в управление, чтобы выслали наряды к лесопилке. Нужно организовать тщательный поиск. Алло? Карина Бартуш? Да. Звонятся на районной больнице. Из госпитали МВД пришла ваша карточка. Советующая просила вас срочно показать. Зачем? Как сучим? Вы же стоите на учебнике. Просто я думала, хорошо. А когда я могу к ней попасть? В пять часов заканчивается смена. Я постараюсь успеть. Спасибо. Андрей Петрович, можно я возьму вашу машину? Чего? Ну вы даете, лейтенант. Я уже стал Андреем Петровичем? У меня срочное дело. Пожалуйста. Я ненадолго. Вы говорили, что у вас нет дела. Это личное. Да вы не справитесь. Это гроб на колесах. Дайте ключи. Торчат в зажигании. Так а я на чем поеду? Юрка, иди сюда. Что ты хочешь? Быстрее. Где Макс? Где Макс? Они встречались с Викой на выходных? Я что, тебя докладывать должен? Ко мне приходили из милиции. Его нужно предупредить. Они ищут Вику. Он на даче. Ему отец дал ключи. К экзаменам готовится. А Вика с ней? Может быть, она его консультирует. Да пошел ты. А только одно оно умерло. Виять! Товарищ майор, все факты указывают на пропажу девочки. Не дури мне в голову, Бартош. Если бы девочка пропала, родители бы уже обратились с заявлением. А ты их за какой-то куртки шум поднимаешь? Но, товарищ майор, учитывая обстоятельства... Все, мне некогда. Я на совещание опаздываю. Матольск-1. Матольск-1. Матольск. Матольск-1, Матольск-1. Это следователь Бартош. Прием. Капитан, слушайте внимательно. В лесном массиве у деревни Заречье объявляется план поиска. Саня, Санечка, что с тобой, родимый? Сергей! Сергей! Что? Сережа! Что? Саньке плохо. Совсем плохо, быстрее, Сереженька. На вашем месте, девочка, я бы сама уволилась с работы. При таких показаниях вас вообще должны были комиссовать. Вы хоть там с оружием за бандитами не бегаете? Что вы? Я на картотеке в кабинете сижу. Ну вот, правильно. Физические травмы, как я вижу, пришли в норму. Но вам все равно необходимо пройти обследование у психиатра. Это обязательно? У вас был приступ острого психоза. Вас поставили на учет. Я вполне могу себя контролировать. Вы можете сосредоточиться на работе? Я стараюсь. Алкоголь употребляете? Нет. Значит, мои кошмары не мучают? Нет. Извините. Слушаю. Вы где? У нас тут такое происходит. Наряды с собаками МЧС из области. Идем лес прочесывать. Первый раз такой аврал вижу. Всех участковых из района на поиски бросили. Я скоро буду. Рядом. Я не понимаю, почему она соврала. Где ее носят и почему мобильник не отвечает. Слушай, она встречается еще с этим сынком богатого? С кем? С Максимом? Нет, она с ним рассталась еще зимой. Господи, что же делать? Может, а ты будь дома. Может, и ковернется. А я попробую ее найти. Успокойся. В ее возрасте все делают глупости. Ником не думают, кроме себя. Если с ней что-то случилось. Я не знаю, Паша. Тише, тише, тише. Я найду. Давай. А вы тут что открыли? Да, здесь мы были. И тут квадратно чесали. И тут, получается, тут? Да, из-за мостов здесь. Что-нибудь нашли? Скопанной земли нигде нет? Нет, все чисто. Дайте карту. Подожди здесь. Надо еще раз тут все смотреть. Так и так уже все на карачках облазали. Еще и с собаками. Это вас в академии так учат? И вообще, кто тебе уполномочил командовать? Так мы уже на ты? Хорошо, Кочура, я скажу. Половина убийств не раскрывается из-за небрежности и халатности. Пошли по второму кругу. Вы что, с ума сошли? Где Вика? Вика где? Я не видела ее. Не врать мне. Я спешу. Ты знаешь, где она? Говори. Павел Федорович. Глаза мне смотри. Я? Ну? Они собирались вечером на даче встретиться у Максима. Может быть, она у него? Ты не врешь? Нет. Лариса, все нормально. Она на даче с этим парнем. С Максимом? Ты уверен? Ну да. Я поеду, заберу ее. Хорошо, Паша, я буду встать. Ладно. О, начальство прекратило. Наконец-то. Товарищ майор, поисковый... Все в сторону, Барташ. Здоров. Здоров. Ну что, сейчас моя столичная штучка получит по полной. В каких топорах она моя? А что происходит? А ты что, не знаешь, что ли? Нет. Скажи мне, Барташ, ты какого черта вытворяешь, а? У тебя с головой все в порядке? Как ты могла распоряжаться от моего имени? Объявлять план поиска? Вызывать наряд с собаками? Ты кем себя возомнила? Я объясню, товарищ майор. Яснишь в рапорте. Не запомни. Еще раз такой закидон, конец своей службе. Теперь сворачивайтесь. А как же пропавшая девушка? Да нашлась она, пропавшая девушка. У дружка своего, Соболева. Подружка ее выдала. Вира Ковальчик, кто с ней говорил? Мать пропавшей только что звонила. Отец уже поехал за дочкой. Глупые подростки решили развлечься, а ты... Раздулась из муки, слона. Глупые подростки решили. Глупые подростки решили. Было бы у меня чувство юмора, сейчас бы от смеха помер. Скажи всем, пусть собираются, дело закрыто. Мы, по-моему, его и открыть не успели. Мы, по-моему, его и открыть. Где Вика? Э, какого черта? Тихо, тихо. Вика! Э, я сейчас милицию вызову. Где моя дочь? Ты паршивец. Нет ее здесь. Вика! А это? Вика! Вася? Не понял. Ты чего тут? Моешь слегкой, что ли? Не понял. Да я здесь трубу перекладывал от камина. Так пацан разрешил помыться, а ты что подумал? Ничего. Ты дома тут больше никого не видел? Да нет никого. Ну ладно. Нет ее здесь, я же говорю. Придурок. Ну как лег? Тишина. Сам ты чего не вылез? Настроение пропало, когда на берег посмотрел. Шутишь? А ты посмотри на берег, что это по твоему? Ну что, трактора, машинки, техника разная. Я хочу знать, сколько тебе сунули в лапу за этот участок. Игорек, ну ты же знаешь, не я, но это решение из полкома. Брось, Аркаша, все решения это ты. И ты мне божился, что ни куска земли на этом озере чужому не продашь. Это ты меня сюда специально для этого вызвал, а? Ты мне ответишь за это кидалово. Слушай, не хочу я с тобой разговаривать в подобном тоне. Сколько я для тебя сделал, а? Ты пять лет у меня из руки, скотина. Откуда у тебя квартира в Минске? Коттеж строишь, как у африканского корабля, а ты со мной не хочешь разговаривать? Да я тебя просто как клопа. Ты что, мне угрожаешь, что ли? Нет, тварь, я не угрожаю, я тебя сейчас просто затоплю. Тиже! Сердце! Сердце, сердце! Поплавай немного, чтоб запомнил. Утонул! Такие не тонут. Эй! 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 Валера, быстрее! Кажись, тонет! Утонул человек на рыбалке, с кем не бывает. Давай быстрее! Так он и правда не пышит? Я ж не вытяну его! Черт! Спасателей вызывать надо! Кто ж знал, что этот урод-сердечник, только этого мне не хватало! Лара, ее нет у него дома. Я еду к лесопилке. Зачем? Ее же там нет, они уже искали. А я больше не знаю, куда я ехал. Когда с ним это началось? Он еще днем прилег на кровать, я подумала, набегался, пусть поспит. Он давно принимает наркотики? Что вы, бог с вами, какие наркотики? Готовьте капельницу, отойдите, не мешайте. Санечка! Саня! Поехали! Что случилось? Задрал рыбкос! Не говори, уже порыбачить негде. Придется новое место искать. А есть у меня одно озерцо на примете? Погоди-ка. А это что это там? Нифига себе! Уже машины топят. Не нравится мне это. Не нравится. Надо ментам звонить. Вот ты и звонил. Я и позвоню. Может его продать? Спроси у соседей. Финский сервант новый практически. Ладно, звони. Поехали, Бартыш. Да-да, товарищ майор, поняла. Кочура тут где-то озеро есть, ты знаешь? Ну, есть, Тревхозовская. Звонил майор, там рыбаки нашли какую-то затопленную машину, надо подъехать посмотреть. Майор звонит. Хватит придуриваться, поехали. Просто я целый день не евший. Ты чего кислая такая? Ничего, смотри на дорогу. Слушай, если ты из-за выговора майора, так не бери в голову, кто не ошибается. Давай помолчи. Давай. О-о-о, пошло, 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 пошло. Пошло по типу, давай, 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 давай. Хорош! О, менты пожаловали. А-а-а. Здорово, мужики. Здорово. Я смотрю, у вас сегодня удачный улов. Да, такое у нас впервые. Ух ты. Похоже, это рыбхозовские развлекались. Чего ты взял, что рыбхозовские? А я у них такое в гараже видел, у меня там сосед слесарик. А багажник? Поверяли. Барташ, иди-ка глянь сюда. Вызывай группу. Я так понимаю, ты смотреть не будешь. Ёпери, Медонова, нища-то. Слушай, тут кабанчик разделанный. И жаль, только протух немного. Ну что ты мрачная такая? Трупов нет, и слава богу, надо звонить гаишникам. Наверняка машина в угоне. Я нашла на полу эти бусы, похожие были у Вики на фото. Слушай, ну девчонка же нашлась. Ты сама слышала, ну чего ты... Зачем? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Витек. А что случилось? Сегодня в больнице скончался пацан из заречья. Отравление синтетикой. Так, проходите, присаживайтесь. Все, давай, не могу больше говорить. Иду сюда, живее. Поехали. Поехали, гаишникам позвоним. Разберутся. В общем так, это нам переслали из РКЦ. Некто Юрий Морозов. Менчанин, дважды судимый. Судя по отпечаткам пальцев, это и есть наш погибший наркокурьер. Ну и рожа. Последний срок за распространение наркоты. Так, у меня заключение эксперт. Наркотики, который перевозил этот Морозов, относятся к группе сильнодействующих синтетических психотропов. Господи. В общем так, появление этой заразы отметили уже в нескольких областях. Все службы по наркоконтролю на ушах стоят. Но что самое неприятное, есть предположение, что эту гадость готовят где-то у нас под носом. Что-то не верится, чтобы у нас завелись такие Менделеевы. По проверенным данным, погибший наркокурьер садился в поезд на нашей станции. Кладовщик из камеры хранения опознал сумку. Думаете, посылку оставил кто-то из местных? Нет. Посылку оставил Юрий Морозов. Уборщица на вокзале показала, что видела его за день до этого. Он выходил из фургона. Живая рыба. Давай. Опять сорткоса. В последнее время он стал часто фигурировать. Думаете, Соболев имеет к этому отношение? Думаю, зацепок у вас достаточно. Начните со связи этого Морозова и еще. Меня звонили из области. Если мы быстро не закроем этих химиков, очень скоро у нас появятся столичные коллеги. Надеюсь, вам не хочется становиться мальчиками на побегушках? Все, работайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА